Я возглавляю штаб контртеррористический, статистику теракта, который учинили бандиты, настоящие террористы, нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате, в других городах, захватывают здания инфраструктуры и самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Они ведут бои с курсантами училищ, в настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Министерства обороны, упорный бой, поэтому я полагаю, что с нашей стороны, учитывая, что данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом. Их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, на самом деле это подрыв целостности государства и самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии и безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнерам по организации договора о коллективной безопасности считаю абсолютно уместным, своевременным. Думаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы, естественно, победим. Террористические банды захватывают, как я уже сказал, крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алмате захвачен аэропорт, около пять самолетов, включая иностранные самолеты. Алмата подвергнулась нападению, разрушению, вандализму. Жители Алматы страдают, не то что страдают, они стали жертвами нападения террористов, бандитов. Поэтому наша обязанность, в том числе и присутствующих здесь членов Совета безопасности Республики Казахстан, принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы. Я думаю, на этом можно завершить сегодня совещание. И приступайте к работе. Будем, как говорится, надеяться на то, что все обойдется. Обращаясь к гражданам Казахстана, будь то это жители столицы, жители Алматы, других городов, которые стали жертвой агрессии террористов, я хочу заверить вас в том, что сделаю все возможное, как президент Республики Казахстан, для защиты ваших интересов, жизненных интересов. И думаю, что мы вместе одержим победу. Это очень сложная страница в истории нашего государства. Многие вещи предстоят изучить, каким образом, почему это случилось. Но главное сейчас – защитить нашу страну, защитить наших граждан.